В городской администрации состоялась встреча представителей делегаций из Германии с заместителем председателя Брестского госполкома Виталием Щербой, в ходе которой подводились итоги двухнедельного путешествия по Беларуси, а также обсуждались планы на дальнейшее взаимоотношение наших стран. За две недели представители политической партии Deutsche Mitte и общественной организации «Память ради будущего» приняли участие в мероприятиях, которые проходили в Бресте, также они побывали в Минске. А вот что совершенно точно оставило у них в душе след и произвело сильнейшее впечатление – это посещение мемориальных комплексов «Хатынь» и «Тростенец». Самое большое впечатление, и то, что мне обязательно запомнится, это вот наша поездка в Хатынь, это было очень эмоционально, даже я прослезился там, и для меня это очень грустно, что от нашего правительства германского приехал только один раз один президент, а так за все годы существования мемориала никто из там высших представителей власти туда не приехал. Представители делегации снимали видеоматериал во всех местах, куда успели попасть, а по итогу путешествия они предоставят немецкой общественности документальный фильм о Беларуси их глазами. Очень многое что снял, потому что очень много впечатлений, естественно, получил, и все хочется там заснять, все хочется показать, и поэтому все это нужно, конечно, там сортировать, вот как подать и как и что, и так далее, и обязательно все это будет, ну, количество подписчиков увеличилось. Идейным организатором этого белорусского путешествия, представителей политической партии «Дойче МИТ» и общественной организации «Память ради будущего» стал Валерий Деркач, председатель Международного общественного объединения «Русь Единая». Я состою постоянным членом от Республики Беларусь в Международном клубе «Молотоклуб». На протяжении года идет большая информация о Беларуси и в разных странах мира. И я связан с различными политиками, политологами, людьми гражданской позиции, которые интересуют Беларусь. И информация о Беларуси достаточно искажена и не соответствует действительности. Для того, чтобы изменить это мнение, я и предложил сопредельным нашим организациям, с которым мы подписали соглашение сотрудничества политической партии «Дойче МИТ» и немецкой организации «Память ради будущего», для того, чтобы они совершили поездку на 22 июня, включая до 3 июля. В целом, по итогу такой экскурсионной командировки, все члены делегации остались довольны, а также выразили желание жить и сотрудничать в дальнейшем мирно. «Через мой проект «Проспект мира» и мою партию я хочу именно способствовать, чтобы больше и больше людей приезжало именно сюда, в Беларусь, чтобы ознакомиться с душой, ну, как он называет, русская душа, Беларусь и Россия, соответственно, чтобы именно укреплять связи между людьми, между народами, чтобы установить именно мирное будущее». Алена Миневич, Эдуард Букунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.